Рынок, приютивший любителей антикварных изданий, находится на окраине прекрасного парка Жорж Брасанс, что недалеко от знаменитого выставочного центра на Поп-де-Версай, в 14-м округе Парижа. Отгороженные от основной части парка 400-500 квадратных метров, специально отданы под антикварные книжные развалы. Приехать и продавать книги сюда может любой человек каждые выходные, невзирая на погоду и время года. Закрывается рынок только два раза в год, на Рождество, если приходится на уикенд, и на Пасху. Во все остальное время там работают с 6 утра в субботу. Но с 6 утра это для своих. Именно в это время приезжают продавцы книг из далеких провинций. Они стараются быстро и не очень дорого продать то, что привезли, чтобы не стоять два дня, а успеть быстро сделать свои дела в столице и вернуться домой. И к 9 утра на рынке остаются в основном профессиональные продавцы, которые торгуют по довольно высоким ценам и не спешат расстаться со своими находками. На ярмарке представлено много продавцов из разных провинций Франции. Конечно, в основном это парижане или жители ближайших к Парижу районов. Но бывают приезжают и из Лиона, или, к примеру, из Бордоу. Мы подошли к одному из стенда. На этом стенде торгует букинист, приехавший сюда из Аниерсювазе, что находится примерно в 30 километров севернее Парижа. Магазин называется «Ля ламп даржиль». Его хозяин занимается в основном замечательными книгами, которые относятся к направлению, называемому «Ливер дартист» – книга художника. Это красивые книги, выпущенные ограниченным тиражом. Обычно делались для любителей редких изданий и выходили на особую бумагу, в коробке, иногда с двойными или тройными суетами картин, исполненных в разных техниках печати. Преимущественно – это классическая проза, поэзия или библиофильские издания эротического содержания. На соседнем стенде на видном месте мы находим замечательную редкость – русские сказки и басни на французском языке. Тема довольно популярного Франции, встречается довольно часто. Но в нашем случае это не просто издание. Книга напечатана в 1945 году в Канаде. Вот куда забрались наши с вами соотечественники, для которых было сделано это издание. Согласитесь, книга прекрасно иллюстрирована. И, наконец, самая главная наша находка за этот день – замечательная книга талантливого берлинского ученого Петра Симона Паласа, путешествуя по разным провинциям российского государства на французском языке. Во Франции Палас создавался неоднократно, но в данном случае речь идет о самом лучшем издании, сделанном в увеличенном размере на прекрасной бумаге в пяти томах. И Атлас. Великолепный экземпляр в цельнокожных переплетах, с золотой головкой, мечта любого коллекционера. Можно немного рассказать о Паласе. Этот замечательный немецкий специалист поступил на службу в Императорскую академию наук в 1767 году. В 1768-1774 в течение шести лет Палас провел выдающееся исследование европейской части России, Урала и Сибири. На протяжении всего путешествия ученый вел подробный путевой журнал. Огромный фактический материал, собранный Паласом, лег в основу его главного труда, путешествия по разным местам российского государства, который оставался настольной книгой многих поколений ученых. Сначала его труды издавались на немецком языке, а потом переводились на русский, ну а после они были переведены и на французский язык. Одно из изданий, правда, повторяю, самое роскошное, нам их встретилось здесь. Между прочим, на сайте antique-tv.com можно найти ссылку на скачивание оцифрованной версии русского издания 1773-78 годов в переводе Томанского. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо.